Привет, красотка! Сегодня я покажу, как сделать шикарную объемную укладку на своих волосиках. Да так, что этот объем будет держаться аж несколько дней. Научу делать правильный начес, который не вредит вашим волосам. Если интересна данная тема, оставайся со мной до конца. Я помыла волосы. Как обычно, шампунь-бальзамчик. Итак, нам понадобится фен, лак для волос, расчески. Я использую при сушке волос обычную массажную расческу. Я не люблю сушиться брашингом. Волосы у меня и так прямые, мне их не нужно вытягивать. Если у вас волосы пористые, вьются или непослушные, тогда, конечно, нужно для сушки волос использовать брашинг. И вторая расческа, которую я буду использовать, это профессиональная расческа для начеса. Здесь натуральная щетина. Выглядит она вот так. И именно начес с этой расческой не будет повреждать наши волосы, а будет создавать лишний воздух в шевелёре, благодаря чему и будет держаться объём. Дальше термозащита. У меня это комплимент. И эликсир для волос с маслом Амлы от Фаберлик. Я использую его при сушке волос на кончике. Начинаем с термозащиты. Я наношу её на все волосы и особенно на кончики. Достаточно. Дальше эликсир с маслом Амлы. Здесь буквально одно-два нажатия. И распределяем всё это по кончикам. Растираю сначала по рукам. И вот такими вот движениями, прочесывающими, распределяю его по кончикам. Чтобы закрыть чешуйки ещё получше, да, после бальзамчика. На корни волос не наносим, чтобы они у нас не грязнились раньше времени. Всё. Дальше я прочесываю волосы расческой. Они уже слегка подсохли. Обработаны средствами. Поэтому, если их прочесать, такой расческой им ничего не повредит. Тем более, нигде не запутывается она. Так, что я буду делать дальше? Девчонки, включила фен. Лак для волос у меня здесь. Подготавливаем его к процедуре. И теперь я все волосы перекидываю на одну сторону. Вот таким образом. Сейчас я буду лаком обрабатывать именно корни. Вот здесь, да, по линии роста волос. И просушивать феном. Вот именно в таком положении. Дальше я буду перекидывать немножко волос назад. Отделяю, опять делаю пробор. Просушиваю вот эти волосы. Вы увидите сейчас как. Опять пробор обрабатываю лаком для волос. Просушиваю эту часть. Перекидываю ещё прядь, да. Делаю пробор. И так по всей голове. Потом с другой стороны и сзади. Сейчас вы всё увидите на видео. Начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 сзади это всегда не очень удобно делать можете поставить зеркало как вам удобно в общем так теперь слегка это все зафиксируем лаком и начинаем расчесывать до начинаем расчесывать видим какой у нас объем шикарный грива я бы сказала еще девчонки очень хорошо использовать пудру для объема которая в корни втирается но я сейчас от этого отошла у меня и так все неплохо держится расчесываем где нам надо доводим до той степени объема шевелюра которая вам нравится он эта расческа еще плюс ее в том что она не вычесывает начес то есть есть такие знаете начешетесь да и потом расчесываете весь начес ушел волосы быстро опали нет это не та история но вот в принципе у меня вот такой объем практически постоянно он меня устраивает можно еще слегка сбрызнуть лаком и все теперь это шевелюра будет держаться у вас дня два у меня обычно даже еще на второй день когда я просыпаюсь до волосы еще объем не почему-то лежат но видимо за счет того что мы с вами брызгаем лак на корни при сушке волос он же у нас для объема я использую тавт вот такой здесь у меня фиксация мега фиксация 5 воздушный объем волосы живые начеса не видно то есть видите вот они все они живые они блестящие можно вот так поделать чтобы поправить свой объем если он вдруг слегка упал в общем так девчонки если есть какие-то вопросы задавайте под видео надеюсь что было вам крайне полезно и что теперь ваша шевелюра ухоженной на эту процедуру девчонки тратится буквально 10 минут на 15 максимум после помывки головы мне кажется это может позволить себе любая красотка я с вами прощаюсь до следующих видео люблю целую с вами была светлана всем пока пока